Нидьянадам. Меня зовут Шинитя Сукаданадамагараль. Я сейчас нахожусь в Индии. И сегодня в этом видео я хотел бы тебе рассказать о том, как музыка влияет на твое состояние и как влияет на твою реальность, на собственном опыте. В свои подростковые годы я очень много слушал русского хип-хопа. Гуф, баста, Ака-47, 4К, Триагру, 3К и так далее. Я заметил такую вещь, когда только приехал сюда, на самом деле, я заметил, как действительно влияла на меня эта музыка. Я заметил очень интересную штуку, что когда те мысли, те цепочки, те мысли, которые люди воспевают или восчитывают, если можно так сказать в этих треках, они напрямую связаны с незавершенностью одиночества внутри. Незавершенность это такая вещь, это что-то из прошлого, которое мы до сих пор с собой еще носим и не избавились, что не дает нам не в настоящем моменте находиться, а не строить планы на будущее. И тем самым, когда мы слушаем постоянно песни, которые идут из пространства одиночества, мы сами того не осознавая погружаемся в это пространство. И очень опасная штука, как создается иллюзия, что одиночество очень глубокое чувство. И в глубоком мы видим истинное, мы видим искренность. И поэтому мы соединяемся с этим искренним чувством одиночества. И думаем, что, о боже, как это круто. То есть я на каком-то этапе думал, что эти люди, они чуть ли не пророки, и они такую правду великую говорят. То есть я на самом деле, я делал абсолютно все то же самое, что в этих треках описывается. То есть там с моими парнями на районах мы разъезжали на тачках, курили, гашиш там нюхали, употребляли и так далее. Все было очень весело, да, до определенного момента. То есть я заметил, потому что я заметил одну штуку, что это действительно разрушает мое сознание. То есть я изначально не давал этому большого внимания, не уделял, потому что я занимался танцами очень серьезно, профессионально. И учился я еще достаточно хорошо. То есть я всегда себя поддерживал в каких-то рамках. То есть я всегда мог пойти на урок и классно там выступить. Я всегда мог пойти на занятия и просто суперски станцевать. Поэтому я большое внимание не уделял. Хотя, ну настал тот момент, я тогда был в Англии, я учился. Когда я реально задумался, а что же делать-то дальше, невозможно же так вечно. И я четко видел, что проблема даже не в самих наркотиках, которые я употреблял, а именно в незавершенности, одиночества, которое было внутри меня. И настал момент, когда мне нужно было с этим завершать. И я наткнулся на Ошу. Я наткнулся на духовного наставника, который меня привел через еще одного к настоящему моему гуру. Хотя, я сейчас объясню, гуру не хотелось бы занижать то, с чем я здесь, мне посчастливилось иметь дело. Потому что немножко разные вещи. То есть гуру или просветленный человек, это человек прежде всего, который достиг каких-то высот эволюционирования. То аватар, это космическое сознание, космический разум, который, по сути, в рамках которого происходит жизнь, когда этот разум принимает человеческое тело, это называется аватар. Так вот, мне посчастливилось находиться в одно время, на одной и той же планете, когда этот, это находится тоже в человеческом теле. То есть это проявление высшего сознания в форме человеческого тела. Вот. Зачем аватар вообще случается? Я немножко отдалюсь от темы. Аватар случается, когда человечеству нужен прорыв какой-то. То есть сначала он случился, когда был одноклеточный организм. перешел в форму рыбы. То есть потом перешел в форму млекопитающего, обезьяны, потом человека. То есть от человека до вот этого же сознания. То есть, по сути, он здесь, чтобы дать нам опыт и выдвинуть нас на новый уровень, чтобы мы осознали, что мы с ним не отдельны. И мы есть это сверхчеловеческое сознание. Так вот, то есть, когда он появился в моей жизни, я сюда приехал, и моя осознанность начала расти очень сильно. На самом деле, по мере роста моей осознанности, от многих вещей они ушли из моей жизни. Такие как алкоголь, наркотики, мясная пища, генномодифицированные продукты или какие-то любые с химическими добавлениями. Я в других видео объясню, почему я питаюсь так, как я питаюсь. Так вот, и в один момент я просто решил послушать музыку, которую я слушал до этого. Я увидел, как она влияет на меня, в какое пространство она меня откидывает, как раз именно вот в это одиночество. То есть, какой месседж, да, какое послание я хотел бы донести, что я хочу, чтобы тот, кто слушает сейчас это видео, очень внимательно относился к контенту прослушиваемой музыки, так как она повторяется потом в голове, как мантра называется «Аджапа-джапа». То есть, она становится частью тебя и постоянно повторяется, манифестируется в реальность то, что ты слушаешь. Я в этом видео ниже дам ссылочки на ту музыку, которую я слушаю. А именно она воспевается не в том, что как все сложно, но как-то мне удается, я справляюсь, и я иду дальше, и я такой крутой. Воспевается именно то, что мы и есть то высшее сознание. Мы находимся в каждой клеточке, в каждой молекуле, в каждом атоме, и что природа этого сознания и любовь, и что эта сила дает тебе возможность быть всесильным, манифестировать все в реальность. Что есть мой опыт на самом деле, это не просто слова. Но опять-таки это будет временное решение для тебя. Настоящее, истинное, глубокое решение может прийти только завершением вот этих вот паттернов, повторений, либо убеждений, которые глубоко в нас сидят. И это может сделать только аватар. Самому это сделать невозможно. То есть можно хоть две тысячи лет повторять одну и ту же мантру или заниматься какой-нибудь кундалини-йогой, кундалини не откроется, шансов просто практически нет. То здесь аватар, когда присутствует в твоей жизни, он может просто одной инициацией или взгляд, как угодно, инициацией одной может тебе дать этот опыт, этот экспириенс. Допустим, расскажу историю своей жизни. У меня есть подружка, которая тоже занималась танцами, она до сих пор сейчас занимается, ее зовут Маша. Мы с ней разговаривали по телефону, у нее была какая-то там проблемка, или просто она мне рассказывала свои какие-то чувства или ощущения по поводу жизни. Я просто на секундочку отправил энергию моего гуру, моего мастера, то есть я был каналом. И буквально на следующий день она мне звонит, говорит, о господи, сука, да, она меня называла другим именем, ну да ладно, называла меня Коля. Что со мной происходит? Я не знаю, у меня куча энергии, боже, помоги. Я сказал, не волнуйся, у тебя открылось кундалини, просто никак не смешивай ни алкоголем, ничем не понижай. То есть насколько силен тот источник, который функционирует через это тело, что по одному просто двухсекундному направлению энергии у человека может открыться кундалини. Ради чего люди трудятся по 60 лет, стоя на одной ноге или поднимая одну руку, не опуская ее. Поэтому единственное решение для человечества сейчас это соединиться с аватаром. Решение, я имею в виду постоянное решение. Потому что он именно для этого и спустился сюда. Хотелось бы поговорить тогда о возможностях, о вариантах. Один из вариантов для людей, которые не готовы еще сразу прыгнуть целиком в эту жизнь, в которой живу я, это inner awakening. Inner awakening переводится как внутреннее пробуждение. То есть это программа, где вас знакомят с вами. Наш Нитянанда Свами. Немножко зачитаю. Да, зовут моего гуру Прамамса Шри Нитянанда Свами. Эта программа длится 23 дня, на которую, кстати, я вас всех приглашаю. 25 июля эта программа будет проводиться в Индии, в Бенгалуру. Бангалура – название города. Эта программа состоит из многих аспектов, допустим, завершения и манифестации суперсил, в которые вас будут инициировать. Завершение позволит освободиться от любой кармы, которая вас брала в этой жизни или в другой жизни, что даст вам возможность наслаждаться настоящим моментом и вас центрирует. Дальше вы будете получать разные инициации, благодаря которым вы сможете манифестировать и использовать разные сверхчеловеческие возможности, как сейчас нам кажется. Сканирование тела и видеть, какие проблемы в теле находятся. Сканирование пространства, которое далеко находится, даже любые планеты, любые галактики, видеть, что происходит там. Материализовать вещи. Допустим, вот сейчас в этом Inner Awakening 39 человек материализовали, то есть телепортировали из космического пространства, нашего гуру, телепортировали в руку предметы, такие как бриллианты, драгоценности, рудракши, монеты, то есть разные-разные-разные вещи. То есть эта сила не просто, чтобы материализовать что-то, это сила возможность материализовать и осуществлять вашу реальность, которую вы хотите. И таких сил там очень много. Если вас интересует ваша будущая жизнь, ваше будущее развитие, интересует, кто вы на самом деле и зачем вы приняли человеческий облик, и вообще попали на эту планету, то этот духовный просто взрыв, это действительно самое лучшее, что может с вами произойти. Или с тобой произойти, кто смотрит это видео. Я оставлю ссылочки на Inner Awakening, на музыку, которая вашу чистоту повышает и помогает вам двигаться в направлении чего-то высшего и успешного в жизни. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте прямо на Фейсбуке, или можете, прямо на Ютьюбе, или можете на Фейсбуке, и адрес тоже оставлю. Так же, как с другой информацией про моего гуру и про другие разные возможности соединения с ним. Спасибо за то, что провел со мной это время. Не тяну, да.